Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Я возьму карандаши, землю нарисую, а на ней уютный дом и семью, большой дом, в котором живет счастье, добро и любовь, открылся в областном центре на текущей неделе. Заботу родителей обрели шестеро брестских малышей. Убираем город вместе или все о последствиях циклонов с женскими именами Даниэлла и Эмма, а также об ответственности одних брещан и безответственности других. Учеба под электронным неусыпным оком родителей. В Беларуси со следующего учебного года начинает полноправно функционировать система электронных дневников. В здоровом теле, здоровый дух или как и где брещане сели в сани и встали на коньки и лыжи. Сезон зимних видов спорта в Бресте открыт. Об этих и других событиях прямо сейчас. Новоселье на Крещение. В Великий Православный праздник в новеньком двухэтажном коттедже по улице Воснецова в городе Бресте поселилась большая и дружная семья Крутель. У родителей и воспитателей пока семеро детей, шестеро из них приемные. На этом останавливаться не собираются. В новом доме планируется воспитание десятерых детей. Ведь нет большего счастья для родителей, чем дарить любовь и заботу своим детям. Воснецова 27. Этот дом в Бресте третий, дом семейного типа и сороковой в регионе. На возведение и обустройство из бюджета было выделено порядка трех миллиардов рублей. Сегодня в домах семейного типа только в Брестской области воспитывается более 260 детей. В ближайшем будущем этот уютный Брестский детский мини-городок пополнит еще один дом. Лариса Осмолович об открытии расскажет подробнее. Для Галины и ее детей 19 января – особенный день большой семьи, долгожданное новоселье. Государство не оставило их без внимания и подарило теплое и уютное жилье. Бюджету оно обошлось недешево, но инвестиции в такое будущее всегда себя оправдывают. Отныне в этом большом доме слышны детские голоса. Отныне здесь живут мама, папа и семеро детей. Ключи от долгожданного жилья вручили 31 декабря. За три недели уже пообвыкли, попривыкли. Дом стал родным. Так говорят все приемные дети, родители крутель. Хотя хозяйка признается, слово «приемный» она не любит. Все малыши для нее равны. И нет различия между родной Варенькой и остальными ребятишками. Такой ребенок не может быть уже не своим, потому что ты вкладываешь в него свою душу и он тебе отдает в сто крат больше. Сегодня получается день рождения нашей семьи. Мы очень рады, что государство дало нам такую возможность воплотить нашу мечту в жизни. Потому что мы с мужем очень любим детей вообще. А таких особых детей вдвойне им, их надо окружать любовью. И когда такой дом большой, удобный для всех и в центре города, это замечательно. Я там сплю, играюсь. А мама, расскажи мне про маму с папой своей. Потому что нас папа не бьет. Мама нам готовит кушать. А еще чем вы тут занимаетесь с мамой и с папой? Мы епим. Да? С пластилином. Я шишливый. Такое решение взять на себя ответственность воспитания неродных детей, не обдумав и невзвесив не примешь. Это как билет в одну сторону детей обратно в интернат. Не вернешь. Грех большой. Посулить счастье, да обмануть. И только великая любовь, согласие и мир в семье сделают этих ребятишек счастливыми. И как признался нам глава семейства Илья Крутель, все зависит в этом деле от женщины, от той атмосферы, которую создаст мать. Я вижу хорошее будущее в каждом ребенке. Все-таки они все дети. У них свои интересы. Кто-то что-то любит больше, кто-то что-то меньше. Но они все равно стремятся к лучшему. Почему? Потому что они видят, как мы хотим им дать любовь и тепло. Так как и они нам. Самое главное в такой большой семье? Все-таки самое главное, это чтобы взаимопонимание было и любовь. Это обязательно. Любовь самая главная. Самая главная, да. Любовь из них главнее. Варенька, скажи мне несколько слов о своей большой семье. Вот какая она у тебя теперь? Большая. А счастливая? Да. Наши мечты, они как деревья растут всю жизнь. И я в общем-то очень рада, что мечты наших маленьких деток, которых мы взяли из приюта, сбылись. И самая главная мечта, то что эти детки обрели семью. А семья действительно замечательная. Очень молодые супруги. Я очень за них рада. И я очень надеюсь на то, что здесь в этом доме появятся еще дети. И как свои, так и детки, которые будут приняты на воспитание. Когда творишь добрые дела, на сердце легко и приятно. Так считают все собравшиеся на новоселье большой семьи. Крутили. Радуются ребятишки, их родители. Несомненное чувство гордости у работников исполнительной власти. На торжественном открытии дома много гостей. И все в каком-то возбужденном состоянии. Потому что дело сделано замечательно. Не только третий дом построили и обустроили, но и судьбы ребячьи отдали в хорошие, надежные руки. Ласковые, материнские, крепкие, отцовские. Для них всех подарки. Слава поздравлений. Для них напутствие и ключ от дома. Все дома семейного типа в городе Брест мы открываем именно на крещение. На этот праздник. Открываем, не торопясь. Открываем, дав семье возможность пожить в этих стенах. Прочувствовать этот дом. И по сути дела мы сегодня торжественно обозначаем этот замечательный, хороший, красивый повод. Я очень рад, что те предыдущие два дома, которые есть в нашем городе, полностью оправдали этот формат. Дети замечательные. Дети счастливы находиться в этих домах. Уверен, что и этот третий дом будет такой же. Теплый, уютный, красивый. Я очень рад, что вот уже третий раз мы не ошибаемся с подбором семьи. Хорошие, нормальные, замечательные дети. И на самом деле в этот красивый христианский праздник мы с вами делаем вместе совместно очень хорошее, благоугодное дело. На воселье предполагают много гостей, много сюрпризов. Этот день не стал исключением. Александр Рогачук лично убедился, что дом крепок и уютен, что всем хватает здесь места, и все без исключения получили подарки. А вкусное чаепитие и семейная обстановка как-то стерли скованность. Разговорились родители, разоткровенничались дети, уютно устроившись на коленях взрослых дядей. Говорили о многом, о дни сегодняшнем, о будущем, которое строить вот этим малышам. Мы в этом году к этому поселку уже провели хорошую, нормальную дорогу. Дорогу, которая свяжет этот поселок с центральной улицей нашего города, которая облегчивает здесь логистику, подъезды и так далее. Вы видите, что мы комплексно подходим к вопросам благоустройства данного района. Скоро здесь вырастет такой красивый, замечательный детский городок. Детский городок, который соседствует с высшим учебным заведением. И вот моя мечта, чтобы вот эти детки, вот именно вот эти детки, вот с этого дома, с соседних двух домов, стали студентами наших брестских вузов и студентами вот этого соседнего вуза, студентами-строителями. Строили будущее нашего города, строили будущий наш город Брест. Дом семейного типа, сухое, казенное название. Для детей Галины и Ильи Крутель – это семейный очаг, которого у них никогда не было. Имея родных мам и пап, они по статусу дети-сироты. Парадокс мирного времени. У супругов Крутель сегодня семь ребятишек. Все они разные, по складу характера, отличающиеся привычками и привязанностями. Шатены, блондины, брюнеты. Оля и Матвей, Сергей и Дима, Ванечка и Варя, самый младшенький Макар. Они заняты своими делами, но ежеминутно бегут за советом к родителям. Как будто боятся, что их не станет. А счастливые мама и папа уже думают об их будущем. Я хотела, чтобы этот дом стал таким как бы островком для как можно больше таких вот детей. Конечно, мне не очень вот эти детки нравятся. Но если бы их мамы поменялись, и все равно ребенок должен быть в такой биологической семье. Это был бы самый, наверное, результат моей работы, если бы они возвращались в свои семьи. Я счастлива, когда душа спокойна, когда дети не болеют, когда они рады, как сейчас. Вот этот весь праздник для них, чтобы их какие-то вот лица радостные. И когда взрослые, вот все делают, чтобы им было хорошо. Сегодня Галина и Илья счастливы. Внутри чувство радости и понимания, что этот дом – их крепость, что все они вместе. Семья. Настоящая. Просто очень большая. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Красота – страшная сила. Именно такая ассоциация возникает, когда речь заходит о циклонах с красивыми именами Эмма и Даниэла, которые буквально за несколько дней принесли в город над Богом настоящую зиму со снегом и метелями, устойчивой минусовой температурой и гололедом. Вопреки скептически настроенным горожанам, капризы стихии брестскими коммунальщиками были встречены во всеоружии. В итоге сегодня о прошедших циклонах напоминают лишь огромные сугробы на обочинах, катающиеся на санках дети и подснежники автомобили, хозяева которых до сих пор так и не удосужились освободить их от снежных оков. О любви к родному городу не на словах, а на деле, об ответственных людях и о безответственности других расскажет Виктория Дрогобецкая. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Сегодня эти строки из знаменитой песни как нельзя лучше подходят для описания городских пейзажей. Как будто и не было Даниэлы Эммы, все тихо, спокойно и уютно. А заслуга в этом прежде всего тех людей, которые днем и ночью убирали снег и расчищали автомагистрали, а уже после посыпали дороги реагентами, тротуарные дорожки песком, сбивали сосульки и опять все по новой. Благодаря их четким и слаженным действиям зимнего Блицкрига не случилось. И если городские службы справились с поставленной задачей на отлично, то многие горожане, несмотря на призывы властей, решили остаться в стороне от этой проблемы. До сих пор во дворах города стоят автомобили, что называется, по пояс в снегу. Расчищать свое парковочное место владельцы железных коней явно не стремятся. Не страшит их и новость о том, что в Беларуси планируется ввести ответственность за неубранный вокруг личного автотранспорта снег. Мера правильная, уверен тракторист предприятия «Коммунальник». Мужчина уже пять лет убирает снег на улицах города и каждый год сталкивается с одной и той же проблемой. Тяжело, без выходных работаем. Транспорт мешает убирать снег. Как это зима вам? Чем отличается от предыдущих сезонов? Не знаю. Прошлое было легче, а это как-то резко. В городе Бресте достаточно много транспорта, который не используется владельцами. Брошен, ну, образно говоря, брошен и занесен снегом. И технике нашей достаточно сложно производить очистку проезжей части. Но мы справляемся. Очень нам в этом помогают сотрудники госавтоинспекции, которые эвакуируют эти машины или отодвигают в сторону, потом ставят на место. То есть без сотрудников ГАИ мы практически не смогли бы выполнить эту работу. Как назло, излюбленным местом подснежников становятся узкие улицы или транспортные артерии с интенсивным движением. Например, Луцкая, Волгоградская, Орловская, Комсомольская и советских пограничников. В итоге снеговорочной технике приходится работать задним ходом, что, мягко говоря, не очень удобно. Ну а в тех местах, где вымести с Угро вообще невозможно, коммунальщики прибегают к помощи эвакуаторов. К слову, за день количество передвинутых машин может достигать 50, а то и всей сотни. Мы, как правило, если автомобиль не нарушает правила парковки, видим, что водитель оставил транспортное средство на время, то есть не на длительный срок. Тогда мы связываемся с дежурной частью, устанавливаем собственника, предупреждаем его, что во избежание эвакуации просим водителя переставить. Если мы видим, что автомобиль длительное время находится на парковке, то есть неоднократно мешает уборке коммунальных служб, уборке улицы той или иной, тогда мы применяем штрафные санкции к водителям. А это ни много ни мало, одна базовая – 210 тысяч рублей. Поэтому сотрудники госавтоинспекции предупреждают – не оставляйте свои автомобили на проезжей части, иначе в отношении подснежников будут приняты соответствующие меры. Следите, чтобы ваше транспортное средство не стало в прямом смысле камнем преткновения для тех, кто делает наш город чище, а значит и красивее. Об этом неоднократно говорил мэр города Александр Рогачук, подчеркивая, что уборка снега – наша общая задача, причем не только ответственных за это предприятий, но и нас, горожан. Убрать свое подворье, посыпать песочком подходы к своему дому, убрать свое машинное место от снега и так далее. Я думаю, что это абсолютно очевидно, это абсолютно нормально. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы призвать брещан быть готовым к любым вызовам погоды и также себя активно проявить при уборке территории своего места работы, своего машиноместа, своего подворья. Наша задача, чтобы убрать снег около себя, стала для брещан правилом хорошего тона. Всегда брещане отличались особым отношением к своему подворью, к своему подъезду, и мне хотелось бы, чтобы город Брест показал здесь хороший, позитивный пример участия самих людей в этом процессе. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Латарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. В воскресенье 24 января мировое сообщество отметит сладкий праздник – День Эскимо. Дата выбрана не случайно. В 1922 году, именно в 24 январский день, владелец магазина сладостей из США Христиан Нельсон получил патент на этот холодный десерт. История же возникновения самого мороженого имеет множество вариаций. Есть источники, которые утверждают, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобное лакомство. Но своей актуальности оно не теряет и сегодня. Притом, как бы удивительно это ни казалось, не только в дни летнего санципиока, но и в зимний период. Убедиться в этом удалось нашей съемочной группе, которая побывала на предприятии «Бреское мороженое» практически в середине зимы и понаблюдала за работой линий по производству «Эскимо». Подробности в следующем материале выпуска. В год на предприятии «Бреское мороженое» выпускают не один десяток тонн деликатеса, носящего гордое название «Эскимо». Несмотря на морозную погоду, которая на первый взгляд не предполагает желания полакомиться холодным десертом, специалисты утверждают, спрос на него снижается зимой незначительно. Меняется только форма, которая отдаёт предпочтение. Если летом мороженое покупают преимущественно в маленьких упаковках, то в осенне-зимний период чаще выбирают большую фасовку. «Мы мороженое производим с 1956 года, когда было основано наше предприятие. Конкретное «Эскимо» у нас появилось в середине 80-х годов. «Эскимо» любят все покупатели, и дети, и взрослые. Его производим мы как в день 5 тонн, так его и продают 5 тонн в день, поэтому в летний сезон. И это любимый вид продукции, любимый вид мороженого. Классическое «Эскимо» – это сливочное мороженое на палочке, покрытое слоем шоколадной глазури. Однако производители нередко экспериментируют с составляющими, добавляя различные наполнители. Регулярно новинки появляются и на предприятии «Брестское мороженое». Потребители такие вкусовые поиски ценят. Но любовь к классике от этого меньше не становится. Возможно, так происходит благодаря тому, что наряду с такими составляющими технологического процесса, как использование исключительно свежего молока и постоянный контроль качества готовой продукции, здесь есть и особый подход к своей работе со стороны тех, кто трудится на предприятии. «В первую очередь мы, конечно же, не забываем, что мы производим его для деток, для своих детей, конечно же, для родных. Сами очень любим наше мороженое и всю нашу продукцию. Мы делаем ее с душой, от всего сердца». К слову, эскимо – это далеко не единственный вид продукции, которую выпускают предприятия «Брестское мороженое». В списке более 150 наименований. Это и глазированные сырки, и сметана с молоком, и творожная масса, а также кремы и полутвердые сыры. Своего покупателя товар находят не только на территории города или области. К примеру, часть мороженого эскимо уходит на экспорт. «Продаем мы его на территории Бреста, Брестка области и также в республике. И еще мы экспортируем это мороженое в Россию, покупают нашу продукцию и Москва, и Санкт-Петербург». В этом году предприятие отметит круглую дату – 60 лет со дня основания. За эти годы упаковка и название внешний вид выпускаемой продукции менялись неоднократно. Неизменным оставалось качество. Во многом так происходит благодаря постоянной технической и технологической модернизации. Только в 2015 году здесь на переоснащение и реконструкцию было затрачено более 5,5 миллиардов рублей. Безусловно, проводить процесс усовершенствования – дело непростое. Но на Брестском мороженом уверены, что оно того стоит. И каждый затраченный рубль приносит свои плоды в виде популярности выпускаемой продукции и любви потребителя. Анастасия Страбко, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. А потому короткий экскурс по событиям, которые мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. Праздничный период зимних православных торжеств, именуемых в народе святками, завершился праздником Крещения Господня, которое православные брещане отметили 19 января. Святое Богоявление – Великий двунадесятый церковный праздник. В этот день во всех храмах прошли праздничные литургии, после которых был совершен чин Великого освящения воды. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Ею лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья, полагая, что в доме будет порядок и покой. Благодатные называют люди крещенскую воду. В этот день все поздравляют друг друга, желая веры, Божьей благодати, любви и здоровья. Две новые услуги появились в отделении сопровождаемого проживания территориального центра Ленинского района города Надбугом. С начала текущего года жители областного центра, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем в части зрения или слуха, могут обратиться за помощью к специалистам по сопровождению. Сегодня в штате учреждения трудится и переводчик жестового языка. Учитывая тот факт, что территориальный центр, на базе которого сегодня можно воспользоваться данными услугами, относится к Ленинскому району, в первую очередь специалисты ориентированы на помощь жителям именно этой части областного центра. Однако, как заверило руководство социального учреждения, в такой помощи они не откажут никому. Для того, чтобы получить сопровождение, необходимо только оставить заявку. Сделать это можно по телефону, а также при помощи интернет-ресурсов. Аварийно-спасательные подразделения Брещены пополнились новым оснащением – мощными современными автоцистернами. Уникальную технику торжественно передал командиром подразделений области министр ЧАЭС Республики Беларусь Владимир Ващенко. Кульминацией официального мероприятия стало вручение главным спасателям страны ключей от автомобилей. Новые автоцистерны попали в боевой расчет подразделений региона, в том числе и Бресково. Торжественная церемония завершилась награждением наиболее отличившихся работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Бресской области. Переходящий кубок был вручен главе Бресского городского отдела по ЧАЭС Виталию Кулиничу за победу коллектива отдела в областной спартакиаде ОМЧС в общем командном зачете среди крупнейших подразделений. В областном центре прошел 21-й открытый республиканский турнир по стрельбе из лука «Рождественские встречи». Участие в соревнованиях приняло порядка ста спортсменов-лучников. Традиционно спорткомплекс «Виктория» стал местом дислокации участников рождественских встреч. В текущем году турнир является одним из этапов отбора для комплектования сборной команды Республики Беларусь, которая уже весной примет участие в чемпионате мира в турецкой Анкаре. Брестские лучники порадовали своими результатами. Александра Куратник подтвердила свой высокий статус и успешно выступила на соревнованиях. В личных упражнениях девушка заняла первое место, а на третьем оказалась Александра Рогач. Среди юношей кадетов бронза досталась Никите Калядичу. Брещане также успешно выступили в миксте. В этой дисциплине юниоры показали наилучший результат. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, интересном, актуальном. Уже со следующего учебного года в белорусских школах будет покончено с невыставленными оценками и пропусками. В стране начнет полноправно функционировать система электронных дневников. Сегодня эксперименты по их внедрению в учебный процесс активно проходят в отдельных учебных заведениях страны. Брест в этом смысле не стал исключением. Ряд учебных заведений города включились в инициативу. О том, как живется по новым правилам ученикам областного центра, а также в чем видят плюсы нововведения учителя и родителей. Ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Теперь об успеваемости моего ребенка я знаю все, говорит мама Светлана, перелистывая в очередной раз страницы электронного дневника. Конечно, дочь Валя учится хорошо, однако лишний раз держать руку на пульсе все же надо. Возраст у нее такой, подростковый. Плюс ко всему, на сайте сразу можно и отметки увидеть, и домашние задания узнать. Замечательное нововведение, потому что, как мы знаем, дети не всегда доносят в дневники оценки свои не каждый раз. А тут имеется возможность замечательная постоянно в текущем режиме следить за успеваемостью своего ребенка, понимать, какие у него проблемы и вовремя с ними справляться. Когда ты делаешь урок, там надо тебе быстренько все выучить, и тебе тут начинают названивать, спрашивать, что задали. Некоторые еще и пропускают школу, и поэтому как-то так не очень удобно, некомфортно. А так ты зашел, посмотрел, и все хорошо. В принципе, не надо никому звонить. Мама Вали, как и другие родители учеников седьмого класса, уже успела оценить плюсы такого нововведения. В средней школе номер 15 эта система контроля знаний проходит испытания с начала учебного года. К слову, этот класс не единственный. В эксперименте задействована вся средняя школа, начиная с пятого и заканчивая одиннадцатым классом. Я слышала отзывы родителей многих. Они говорят, что да, стало удобно, потому что я сразу вижу отметки. Может быть, в дневник они не всегда выставлены или не сразу выставлены. Или домашнее задание. Все-таки учитель сам писал это домашнее задание. Значит, уже не будет ни разночтений, ни слова о том, что я там не записал, не знал, или нам это не задавали. Учитель предупреждает о контрольной работе, о том, что будет проводиться. То есть ребенок уже знает, об этом подготовлен. Ученическое братье в отношении такого нововведения оказалось в некой растерянности. С одной стороны, теперь контроль со стороны родителей станет жестче. Да и утаить плохую оценку будет куда тяжелее. Система обновляется автоматически. И пока ученик дойдет домой, мамы и папы с помощью планшета или компьютера уже будут знать, за что сегодня можно будет похвалить, а за что и пригрозить. С другой, теперь отношение к своей учебе станет серьезнее. И исключится вечная проблема с забытыми записями о домашнем задании, которые раньше порой разнились между собой. Если в дневник не записываешь домашнее задание, можно посмотреть в электронный дневник. Хочется видеть лучший результат, чтобы родители не злились, а видели только хорошие оценки. Конечно, он очень помогает нам, ученикам, а также родителям. Мы очень часто заглядываем туда, можем узнать что-то новое, увидеть тему урока, узнать свои оценки даже наперед немного. Ну, за самостоятельный дома нервничаешь, переживаешь, что будет. А тут можно сразу увидеть, узнать. Все домашние всегда видны. Можно посмотреть расписание уроков, звонков. Ну, все очень удобно, все, можно сказать, под рукой. Средняя школа номер 15 вошла в экспериментальный процесс вместе с несколькими учебными заведениями областного центра, среди которых новая школа номер 1, гимназии номер 1, 5, 6. Учреждения «Новаторы» специально были подобраны таким образом, чтобы охватывать разные далеко расположенные друг от друга районы города. Эти процессы связаны с переходом нашей страны на электронный документ-оборот, который затронет практически все сферы жизнедеятельности. Внедрение электронного дневника, оно выполняется в рамках внедрения вообще в целом в республике электронного документа оборота, системы так называемого электронного правительства и так далее. То есть это требование веяния жизни. По сути, свой электронный дневник заменяет бумажный носитель и выполняет гораздо более широкие функции в плане даже какого-то анализа успеваемости учащегося. Механизм использования электронного дневника довольно прост. Каждый родитель получил от классного руководителя шифр, содержащий логин и пароль для доступа к странице учащегося. В принципе, чем-то напоминает использование социальных сетей, где есть разные наименования и категории. Пока с такой системой работают только несколько школ и гимназий города над Бугом. Однако в следующем году нововведение затронет все учебные заведения областного центра. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Сезон зимних видов спорта в Бресте открыт. Кажется, что эта новость облетела все медиапространство города и любителей конькобежного, лыжного и хоккейного спорта. И действительно, уже не первую неделю на специальных площадках, созданных по распоряжению городских властей, не только дети, но и взрослые гоняют по льду с клюшками и катаются на санках. А сегодня на самом оккультуренном лыжном маршруте вокруг Грибного канала сделать круг почета собрались команды ни одного предприятия областного центра. Наша съемочная группа воочию убедилась. Брест – здоровый город. О том, какие зимние забавы сегодня в почете и где можно встать на коньки и лыжи, узнавала наш корреспондент Виктория Драгобецкая. Сегодня на лыжной трассе Брестского областного центра Олимпийского резерва по гребле особенно многолюдно. Оно и понятно – настоящая снежная зима позволила любителям лыжного спорта провести первые в этом году соревнования. По довольным лицам многих участников было видно – они ждали этого дня давно. Среди лыжников представители строительства номер 8, для которых круг почета вокруг Грибного – уже традиция, которую поддержал и горячий кубинский парень. Я сам родом с Кубы, но давно уже живу в Беларуси, поэтому уже хорошо акклиматизировался, освоил лыжи. И достойно считаю, что составляю конкуренцию местным белорусам. Это вообще человек уникальный. Он чемпион Беларуси до 18 в гребле на байдарке на каноре. Почему он хорошо бегает на лыжах? Потому что он здесь на этом канале вырос. То есть летом лодка, зимой, понятно, на лыжи, поэтому он очень хорошо бегает на лыжах. Эраст Закиров с самого детства стоит на лыжах. А придя на работу, в «Стройтрест» заразил своим примером многих коллег. Сегодня он бессменный организатор спортивных соревнований внутри коллектива. Уверен, что движение – это жизнь. В итоге спартакиадан предприятий «Стройтрест» номер 8 проходит по 13 видам спорта. Я сам с детства большой любитель лыж. И когда есть снег, я всегда выходил и бегал. Всю жизнь старался выходить на снег. Ну и когда пришел на работу в «Стрест», я это не забыл. И решил проводить каждый год, когда у нас погода позволяет, лыжные соревнования, да и просто общение. Мастера вообще позитивно заряжает энергией. Хочется все больше и больше выступать. Вообще спорт для меня много значит, потому что работа сидячая, можно сказать. Поэтому все свободное время уделяю спорту и другим советам. Своих подчиненных привлекаю к этому делу. Вторыми участниками в лыжне стали работники брестской таможни, для которых зимние соревнования также стали традицией. А культурная трасса на Грином канале дает прекрасную возможность ее продолжать. Поскольку увлечение спортом, пропаганда и поощрение здорового образа жизни – фирменная черта брестских таможенников за формированием команд по лыжне дело не стало. Стоило только бросить клич, сразу собралась команда. И это очень приятно. Приятно, что люди смогли преодолеть себя, оторваться от привычных дел, получить массовое удовольствие, посмотреть, какая замечательная погода. Это только здоровье, это задор энергии, это, соответственно, заряжает на трудовую деятельность. Кроме лыжной трассы на Грином канале, поклонники зимних забав могут отправиться в городской парк культуры отдыха, в котором залит каток и работает прокат коньков, лыж и финских саней. Ежедневно на скользкой поверхности озера успевают покататься, упасть и научиться крепко стоять на коньках десятки горожан. Каток работает, начиная в будние дни с 4 до 8, а в выходные дни каток работает с 12 до 8. Все есть в наличии, то есть мы закупили 40 пар коньков, то есть пока мы справляемся. Однако каток в парке культуры и отдыха не единственный в областном центре. Власти города позаботились о том, чтобы места для катания на коньках и игры в хоккей хватило всем. Речь идет о ледовых площадках на базе Брестских учреждений образования. Школы номер 1 и 16, гимназии номер 2 и другие, на территории которых любой желающий может поупражняться в покорении льда. Также на базах учреждений образования залиты ледовые площадки. Ледовые площадки расположены на базах 16-й школы, 32-й, 33-й, средней школы номер 27, средней школы номер 9 и средней школы номер 20. То есть в каждом микрорайоне города Ленинского района у нас есть по одной ледовой площадке. Кроме ледовых площадок есть еще и хоккейные коробки. Таковы имеются в нескольких экземплярах, одна из которых находится за ледовым дворцом. В общем, ездить разгуляться или, образно говоря, раскататься. Этой зимой горожане еще раз доказали, что Брест это не только культурный, но и здоровый город. Виктория Драгобецкая, Дмитрий Хрущ, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Бугинформ, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бугинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов, все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 24 января большая часть страны будет оставаться в поле повышенного давления, сформированном в арктическом воздухе. Сохранится морозная погода. В Бресте ночью без осадков, утром и днем пройдет кратковременный снег. Местами туман, изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 9-11 градусов со знаком минус, днем 3-5 градусов мороза. Ветер юго-западного направления умеренный. 25 января погоду в Бресте в основном будут определять фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы, перемещающиеся с Балтики. Временами пройдет мокрый снег. Будет наблюдаться на липании мокрого снега слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ожидается ослабление морозов. Температура воздуха минимальной ночью составит 1-3 мороза. Днем синоптики прогнозируют до 2 тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин